Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас испытание усиления технодрома. В этом испытании 5 эпизодов. Ограниченное количество героев играет черепашки из мультика. Классические черепашки, оригинальные. Кроме того, есть несколько отдельных героев. Это Эйприл Анил, это Кейси Джонс плюс Сплинтер. И давайте-ка начнем мы с любовного треугольника. Кейси Джонс, Эйприл и Донни. Вот как раз по мультику эта троица очень здорово ведет себя в любовном треугольнике. Что ж, начнем битву. И бой начинает Кейси Джонс. При помощи шайбы с верстчаткой он выбивает, уничтожает первого робота Крэнгов. Дальше атакует Маусера при помощи разума Эйприл Анил. Отлично. Телекинез уничтожает врага. И кроме того, Донни пытается подорвать врага при помощи бомбы. Супер. Ну что ж, первая волна практически уничтожена. Остался только один из Маусеров, которого вот при помощи Электрошокера Кейси Джонс поджаривает и выбивает. Супер. Ну что ж, друзья, переходим ко второй волне. Давайте-ка посмотрим, что здесь мы можем сделать. Опять же, целая куча всевозможных роботов. Плюс два фута. Что ж, ничего страшного. Итак, бой начинает Эйприл, метая свой веер. Она выбивает фута. Донни тем временем прокачивает дополнительную защиту. Отлично. А Кейси Джонс сметает взрывчатку. Итак, в баллончике с краской у него оказалась взрывчатка бомба. И он просто, шутя, взрывает и сметает вторую волну. Переходим в третий. И здесь у нас ожидают уже классические негодяи. Роксты Дизбибова плюс два фута и маусер. Что ж, нужна срочная помощь. И Эйприл по черепофону исцеляет наши герои. Плюс налаживает дополнительные эффекты бафы. Ну а Донни просто забрасывает врагов сюрикенами. И мы получаем победу. Супер. Ну что ж, Донни крут. Вот забросал врагов сюрикенами. И мы победили. Здорово. Что ж, друзья, переходим к следующему эпизоду. Но вначале соберем нашу награду. Это ДНК Бибопа классического. Просто супер. Итак, второй эпизод. Для второго эпизода, друзья, давайте-ка я возьму учителя сплинтера. И возьму... А нет, учителя сплинтера давайте-ка я возьму на финал. Итак, возьмем оригинальных черепашек. Посмотрим, как они справятся в этом сражении. Отлично. Итак, оригинальные черепашки против... Вот начинаем опять же мы с роботов-крэнгов и маусеров. И начнем с хорошего удара. Микеланджело оригинального в прыжке. Бьет мучаками и без проблем выбивает маусера. Отлично. Дальше подключаем Лео. Ударом катану в прыжке он выбивает очередного врага. Здорово. Супер. Кроме того, ударом своей палки... Вот Бо наносит мощнейший удар до неоригинальной и враг повержен. И осталось добить последнего робота, что и делает Раф. Опять же, в прыжке наносит удар, выбивая противника. Что ж, супер. Итак, переходим ко второй волне. Давайте-ка посмотрим, что здесь мы можем сделать. И для этого мы попробуем использовать... Вот бомбу Микеланджело оригинального. Рисует ее художник. И Микки просто подрывает и сметает вторую волну. Круто, кстати, было. Мы переходим к третьей волне, в которой Роксты из Би-Бопа. И Лео вырывается вперед, привлекает внимание к себе, вызывая противника на бой. Отлично. Теперь враги будут только атаковать этого героя. Ну, а мы понемножку будем выбивать. Итак, Донни оригинальный выбивает уголок. Метает его, как бумеранг. Выбивая первого фута. Отлично. Ударом из-под земли. Раф оригинальный попробует выбить тоже очередного противника. Отлично. Вот. Тем временем Микеланджело прокачивает иммунитет для нашего отряда. Чтобы враги не смогли налаживать на нас негативные эффекты. А Лео, просто рубя кран, забрасывает врагов осколками и уничтожает двоих. Но, как видите, Би-Боп выжил. Выжил, но, надеюсь, что ненадолго. Итак, снимаем все негативные эффекты. Подлечиваем наш отряд, благодаря особой способности наших героев. И бой, надеюсь, закончит Раф, просто собрав словаков и сюрикены и метнув их во врага. Вот так. Супер. Замечательно. Итак, переходим к четвертой волне, в которой нам уже предстоит сражаться с технодромом. Вернее, с первым из манипуляторов. Вот такая вот механическая рука, которая пытается запинать Микки. Ну, с первого удара это у него не получается. Но Чаки не приспособлены для этого. А вот меч Кота на Лео ставит точку в этом сражении, и мы получаем победу. Супер. Ну что ж, бой, мне кажется, удался. Очень даже неплохо сработали. Собрали награду ДНК Рокстеди Классического. И переходим к следующему эпизоду. А вот для следующего эпизода я возьму команду Классических Черепашек. Итак, Классический Раф, Классический Лео, Классический Микки и Классический Дони. Против сборной врагов. Клана Фуд. Даже можно сказать, ну не только Кланы Фуд. Тут здесь есть и роботы Крэнгов. И давайте-ка в начале боя пусть Микеланджело классически прокачает атаку для всего нашего отряда. Теперь наши герои будут наносить больше повреждений, что, конечно же, здорово радует. И сразу же Лео наносит мощнейший удар сверху, разрубая очередного Маусера. Отлично. Остальных врагов мы попытаемся просто смыть ударной волной, которая активирует, просто срезая часть водной колонки. Раф классический просто смывает оставшихся врагов, монстров. И мы идем с вами дальше. Так, следующая волна. Целая куча врагов. Но Микеланджело не боится и первым наносит удар нучаками со скейта. Супер. Кроме того, вот при помощи телепортационной пушки Донни выбивает очередного противника. Ну что ж, неплохо. Кроме того, Лео призывает к атаке. Вот так здорово это выглядит. И Раф метает канализационный люк, выбивая очередного противника. Супер. Маусер выбит, а остальных врагов просто забрасывает сюрикенами Микеланджело классический. Враг повержен и мы переходим к следующей волне. Третья волна. Вот опять же куча врагов. Но для них есть особый сюрприз. Донни классический атакует из воздуха. Вот при помощи вертолета, выбивая врагов послабее, остается только Рокстеди с Бибопом. Опять же у них ни единого шанса, так как Лео в схвате фута метает его в Рокстеди, тем самым выбивая противника. Раф уже празднует победу. Вот ест пиццу, угощает братьев и тем самым восстанавливая здоровье и силы нашего отряда. А Микеланджело пытается нанести уже добивающий удар и у него все получается. Супер. Ну что ж друзья, итак четвертая волна, нужно выбивать манипулятор и для этого мы используем кофейную машину Донни классического. Активировав, взлетев, она нанесла довольно неплохой урон. Вот выживает манипулятор ненадолго. Вот пытался его уничтожить Лео, опять же выживает, но Раф ставит точку в этой волне и мы переходим к пятой. Вот очередной манипулятор, которого надо уничтожать. Вот у нас обновилась способность активации атаки, что делает Микеланджело классический. И надеюсь, что сейчас сокрушительный удар со скейта все-таки нанесет Микеланджело классический. Удар выживает манипулятор ненадолго. Удар на Гидонни все-таки уничтожает этот механизм и мы получаем победу на 3 звездочки. Просто супер. Ну что ж, отличнейший результат и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, переходим к четвертой волне и для нее давайте-ка я и возьму команду наших любимцев черепашек из мультика. Вот. Причем, друзья, я думаю, давайте-ка еще возьмем учителя Сплинтера. А вот для последней финальной волны я возьму самых сильных бойцов. Итак, учитель Сплинтер с черепашками идет в четвертую волну и сейчас посмотрим, как он справится с классическими негодяями, да и остальными врагами. Итак, начинаем битву и в начале боя Микеланджело из мультика прокачивает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. И сразу же массовая атака. Лео из мультика превращается в стальной выхарь и своими ударами просто шутя сметает первую волну. Вот. Итак, следующая волна будет самая сложная, но это тоже довольно-таки непростая. Итак, усиливаем наш отряд благодаря медитации Сплинтера. Вот, отлично, появилась целая куча положительных эффектов. Плюс дополнительную атаку мы прокачаем благодаря ярости Рафа. Вот, здорово. И опять же массовая атака. Вот аддони из мультика, который забрасывает врагов сюрикенами и опять же сметает. Просто-просто здорово. Вот переходим к третьей волне и здесь уже будет немножко сложнее. Вот классического Рокс и Биба, побудем трудно запинать. Ну, пока давайте-ка я попробую выбить и Маусера и Футов. Дымовая бомба Микки приносит нам победу. Кроме того, Микки угощает друзей, братьев и учителя Сплинтера при помощи пиццы с кетчупом, тем самым восстанавливая здоровье и силы. И мы пытаемся выбить Футов. Удар Лео Катанове с разворота поражает противника. Здорово, ну и учитель Сплинтер тоже не отстает. У Дайер Тайной Катаной и очередной Фут повержен. Остается только Рокстаги с Бибапом. Кстати, у Рокстаги повышен урон, поэтому надеюсь, Раф из мультика ударом Сай выбьет противника. Да, враг повержен. Здорово, отлично. Ну и пытаемся выбить Бибапа. Есть ударом бомбы. Донни выбивает, уничтожает этого противника. И мы переходим уже к манипуляторам самого технодрома. Отлично. Итак, Микки подпинает нунчаками. Как-то слабовато. Еще один удар. Ну, половину жизни удалось Микки снять. Вот, тем временем, Лео медитирует, усиливая, подлечивая наш отряд. И надо побеждать врага. Вот так, здорово. Учитель Сплинтер наносит удар по уязвимым точкам, выбивая очередной манипулятор технодрома. Переходим к следующим. Итак, что здесь мы можем сделать? Враг атакует. Ох, ничего себе. Вот досталось нашему отряду. Контр-атака. Рафа снимает часть здоровья. Учитель Сплинтер атакует. И Раф вызывает технодром на поединок. Вот такими вот жестами. Забавно. Забавно. Донни из мультика прокачивает дополнительную защиту. Не будем с вами вот как-то напрашиваться на неприятности. Защиты не может быть много. Кроме того, Микеланджело прокачивает уклонение. А Лео добивает оставшийся манипулятор. И мы переходим к шестой волне. Итак, классические негодяи. Это у нас Шреддер. Кран классический. Рокстыдис Бибопа. Что ж, начнем с Бибопа. Урон по нему повышен. Слабо прошел. Но надеюсь, что бомба Микеланджело делает свое дело. Взрыв, удар и Бибоп уничтожен. Отлично. Тем временем Раф атакует Рокстыдис. Да, с первого удара удалось поразить противника. Кроме того, Донни пытается запинать Шреддера. Не получилось. Возможно, у Лео получится. Итак, удар Катанами есть. Шреддер уничтожен. И остался только Кран классический. Пинает его Шреддер. Как-то слабовато. Кран в свою очередь пытается отбиться. Но Раф наносит довольно-таки серьезный удар. Вот. И финальный удар. Вот Микки уже празднует победу. Поедает пиццу с кетчупом. Вместо того, чтобы добивать Крэнга. Но я надеюсь, удар своих Катан с разворота Лео поставит точку. Да. Победа. Враг повержен. Идеальная победа на 3 звездочки. И мы собираем награду. Это ДНК Крэнга классического. Просто супер. Ну что ж. Итак, друзья. Переходим к пятому финальному эпизоду. Вот. И мне нужна самая сильная команда. Так как враг довольно-таки силен. Что ж, друзья. Без вопроса. Первым героем беру Донни классического. Так как у него есть особая обилка. Это 2 массовые атаки. Вот. Кроме того. Давайте-ка я возьму Лео из мультика. Вот. Кстати. Давайте-ка, друзья. Возьмем всевозможных разных героев. Итак. Донни классический. Лео мультяшный. И еще кого-то оригинального. Вот. Давайте-ка я возьму Рафа. Рафа оригинального. Мне кажется, так будет здорово. Кроме того, возьмем Кейси Джонса. Вот. И еще нам нужен пятый герой. Итак. Донни. Микки. Раф. И у нас. Прошу прощения. Донни. Лео. Раф. И у нас не хватает Микеланджело. Сейчас я посмотрю, какого бы Микеланджело взять. Либо. Вот. Мультяшного. Либо классического. Либо оригинального. Трудный вопрос. Давайте-ка, друзья. Я возьму классического. Чтобы он прокачал атаку. И это было здорово. Что ж, друзья. Семь волн в данном эпизоде. Надеюсь, наши черепашки справятся. Вот. И сразу же, друзья. Давайте-ка я активирую дополнительную атаку. Вот. От Микеланджело классического. Все-таки не даром мы взяли этого героя. Теперь наши черепашки и Кейси Джонс будут наносить более серьезные удары. Но, как видите, враг не прост. Вот. Я думаю, не сделал ли я ошибку, что не взял лекаря, чтобы он подлечил отряд. Возможно, Эприл было бы лучше. Либо Лео из мультика. Вот. Ну, в принципе, Лео из мультика у нас есть. Если что, подлечит. Ну, а пока давайте-ка я использую взрывчатку и попробую подорвать отряд. Итак, неплохо проходит взрывчатка Кейси Джонса. Выживает один из роботов, которого добивает Лео. Супер. Ну, что ж. Через первую волну прошли шутя. Переходим ко второй. Вот опять же целая куча врагов, которых попытается накрыть словами, как сюрикенами. Вот Раф оригинальный. И так просто-просто здорово. Вот с первого удара уничтожили вторую волну. Переходим в третью. С третьей уже так не получится. Тем не менее, вот кофейная атака. Вот запускает кофейную машину, как ракету. Донни классически подрывает врагов. Они выживают, но ненадолго. Еще одна массовая атака. На сей раз Микеланджело классического. И враг повержен. Ничего себе. Опять же выжили. После второй массовой атаки выжили. Ну, ничего страшного. Итак, Кейси Джонс выбивает Рокстеги. А Лео добивает Бибопа. Вот массовую атаку Лео пока я приберегу. Приберегу для классических негодяев. Лучше пока попытаемся справиться с технодромом. Итак, ударом из-под земли Раф оригинальный пытается выбить технодром. Ну что ж, неплохо. Удалось снять половину здоровья. Кроме того, Донни классический при помощи телепортационной пушки пытается уничтожить этот механизм. Пока как-то не очень. Что ж, надеюсь, что Микки ударом у Чак уничтожит его. Да, получилось. И мы переходим к следующему манипулятору. Так, нужно уничтожать эту механическую руку. Для этого Кейси Джонс использует свой электрошокер. Отлично. Вот часть здоровья удалось снять. Слабовато. Что ж, надо усилить наш отряд. Для этого Лео медитирует. Отлично. Проходит медитация. Но враг выживает. Что ж, одна надежда на Рафа. Оригинального прыжки бьет ногой. Отлично. Смотрите. Здоровье врага на минимуме. И опять же, массовая атака Донни. Я приберегу. Отлично. Удается Донни ударом ноги вывести из строя манипулятор. И мы переходим к шестой волне. Отлично. Итак, у Шредера классического повышен урон. Поэтому пусть Митти его пинает. Отлично. Удалось снять часть здоровья. Это пока все. Ага, приходит очередь Кейси Джонса. Ну и давайте уже начнем. Раз уже пинаем Шредера, так и попробуем его допинать. И приходит время Лео. Он выбрасывает две катаны вверх. И стальным Торнадо наносит кучу повреждений. Выбивая Шредера классического. Да, у остальных врагов удалось снять очень довольно-таки неплохо здоровье. Кроме того, Раф ударом Сай выбивает Роксты. Здорово. И переходим к Бибапо. Отлично. Митти наносит серию ударов. Враг выживает. Но надеюсь, что выстрел из вертолета уже добьет этих врагов. Нет. Опять же, выживает. Что ж, довольно-таки серьезные враги оказались. Тем не менее, Раф наносит мощные удары. Вот. Надеюсь, что сейчас контратак... Да, да. Кейси Джонс добивает Бибапо. И Лео ставит точку в сражении с Крэнгом классическим. И мы переходим к финальному боссу. Итак, финальный босс это глаз технодрома. Вот сейчас он закрыт металлической шторкой. Вот открывается и начинается битва. Итак, урон понижен. Тем не менее, Рафу удалось немножко его поцарапать. Кроме того, Микеланджело классически усиливает атаку всего нашего отряда. Вот очень хороший положительный эффект баф. А вот уже Кейси Джонс пытается подорвать своей взрывчаткой в баллончике с краской. Взрыв. Отлично. Итак, большую часть здоровья удалось снять. Технодром... Ох, я в шоке. Смотрите, сколько он здоровья одним выстрелом снял у Лео. Вот Лео пытается отомстить. Раф, в свою очередь, атакует при помощи Саи, снимает часть здоровья. Донни ударом ноги еще снимает часть здоровья. И Микки пытается выбить этого врага. Итак, еще на один удар. И... Надеюсь, Кейси Джонс поставит точку в этом сражении. Да. Да. Вот при помощи электрошокера Кейси Джонс добивает, уничтожает технодром. И мы получаем идеальную победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья. Итак, сегодняшнее испытание усиления технодрома пройдено. Вот мы получаем идеальную победу на 3 звездочки. Наша награда это ДНК Крэнга классического. Вот. И сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.